День добрый! С вами Смирнова Ирина. И сегодня мы поговорим о том, как сделать титульную картинку для записи своего блога уникальной способом нарезки изображения, используя такой инструмент, как PowerPoint и Poston Capture. Вот посмотрите, последнее время для того, чтобы как можно меньше делать временных затрат на создание титульной картинки, я стала использовать вот такие вот титульные изображения. Нарезанные титульные изображения. Если мы сейчас с вами зайдем на ресурс определения уникальности изображения, он у меня вот здесь установлен на мышке, на правой кнопке мыши. Вот он. Искать изображение с помощью TinEye. Есть такой ресурс, который показывает, сколько таких изображений есть в интернет. Вот посмотрите, у меня открылась информация. Ноль изображений таких в интернет. Поиск прошел в 19,6 миллионов картинок. Используется данное изображение. Посмотрите на моем сайте. Больше такое изображение не используется нигде. Хотя такой фон, который вот сейчас здесь использовался, он очень популярен в изображениях или в картинках Яндекса. Я именно оттуда взяла этот фон. Итак, давайте приступим к изучению вот таких, такой очень быстрой нарезки, без использования каких-либо дополнительных инструментов. Еще раз повторяю, что делать это мы будем с использованиями знакомых нам уже, находящихся буквально под рукой. Это инструмент PowerPoint и инструмент FastStoneCapture. У меня есть такой рабочий файл PowerPoint, которым я использую для изготовления всевозможных изображений для каких-либо записей. Вот такое изображение я готовила, таким образом в PowerPoint я готовила его для той статьи, которую вот сейчас мы с вами рассматривали. Итак, давайте мы начнем с самого начала, чтобы все вам было абсолютно понятно. Я добавляю новый слайд, вот такой пустой чистый слайд. И с этим слайдом мы будем с вами работать. Для того, чтобы было удобно работать, я убираю боковую панель со всеми слайдами этого файла. Давайте мы с вами обратим внимание на следующий момент. В правом нижнем углу у PowerPoint есть вот такой инструмент уменьшения или увеличения рабочего поля, то есть самого слайда. В данном случае у меня сам слайд сейчас 68% занимает поле. Оптимальный вариант для работ – получение изображения, так сказать, в натуральную величину, то есть так, чтобы масштаб действительно совпадал. Оптимальная работа – это тогда, когда у вас будет 100%. Давайте мы с вами немножечко так бегунок подтянем, чтобы это было действительно 100%. Если у вас бегунок работает плохо, то вы просто вот так вот нажимаете на этот инструмент и вот здесь вот выбираете 100%. То есть бегунок будет расположен ровненько на середине вот этой шкалы. Итак, первое, что мы должны с вами понять – это какого размера нам нужно изображение на нашем блоге. То есть то изображение, которое вы задумались сделать. Я обычно размер своего титульного изображения закладываю в фиксированную область по Stone Capture. Вот это, вот этот инструмент – захват фиксированной области. Изображение, размер титульного изображения у меня равен 600 на 250. Чтобы изменить размер фиксированной области, вам достаточно нажать на клавишу F2. У вас появляется размер фиксированной области, где вы имеете право менять этот размер. Я этот размер оставляю такой, как есть – 600 на 250. И он у меня постоянно на кнопке «Fast on Capture» находится. Итак, кликаю «Ок» и оставляю данную область именно вот такую. Она ровненько совпадает с размером титульного изображения моей записи. Но для того, чтобы сделать вот такой вот размер, не выйти за границы этого размера, нам нужно с вами подготовить слайд Powerpoint. Давайте мы попробуем это сделать сейчас, вот в данный момент. Для того, чтобы выделить эту область, мне достаточно взять тот размер, с которым мы сейчас работали, да, и сделать скрин белого фона. Вот этот скрин белого фона у меня появился. Это вот уже рабочее поле «Fast on Capture». Я пока не буду вставлять это белое поле. Я выхожу на Powerpoint, уменьшаю размер, беру инструмент «Прямоугольник» и выделяю весь слайд. По умолчанию выделение слайда инструментом «Прямоугольник» любым инструментом показан вот таким вот синим полем. Я такое синее поле здесь и оставлю. Для того, чтобы определить на нем размер моего изображения, я опять захожу в «Fast on Capture» и вот в этой кнопке «Powerpoint» я выбираю «Отправить в Powerpoint». Нажимаю, и у меня появляется моя область, фиксированная область моего изображения на синем фоне «Белое окно». Но обратите внимание, что вот если сейчас я возьму «Fast on Capture», возьму размер, то он у меня будет здесь меньше. Значит, мне нужно выйти опять на 100%, на масштаб 100%. Выхожу. 98% не получается. Опять правлю здесь 100% и готовлю. Вот такой слайд у меня остается заготовленным в файле «Powerpoint». То есть вот эти действия я уже при последующей работе не выполняю. Я оставляю вот этот рисунок, вот этот слайд вот таким образом оформленным. Теперь мне важно, что в любом случае, как бы я его не уменьшала или не увеличивала, при выводе на размер 100%, на масштаб 100%, у меня размер окна, который мне необходим, вот это белое, вот это окно, оно будет точно совпадать с фиксированной областью, которую я задала «Fast on Capture». Сейчас для более тонкой работы я размер уменьшу. Можно это сделать, знаете, как, зайдя в вид, вот сюда, писать слайд ваш в окно. Вот таким образом, чтобы оно было и не маленькое, и не большое. Чтобы было удобно с ним работать. Любое изображение, которое вы сюда будете отправлять, оно будет масштабировано, вот в данном случае, на 75%. Следующее действие, которое я выполняю. Я подготавливаю фоновое изображение, с которым я собираюсь работать. Я выхожу в «Яндекс.Фоны» и давайте выберу вот такой вот фон с большим количеством линий, чтобы при нарезке было видно, что каждая линия на новом участке имеет продолжение. Может сейчас вам не совсем это будет понятно, но когда мы будем работать, мы с вами, я надеюсь, всё абсолютно поймём. Итак, я открыла это изображение. Открываю «Fast on Capture», закрываю то, что у меня было, и произвольной областью вырезаю абсолютно произвольную область вот этого фонового изображения. Вот у меня появилась такая нарезка. Давайте посмотрим, что мы здесь будем делать в «Fast on Capture». Во-первых, у нас настроена вот эта опция PowerPoint. И запомните, что пока вы полностью не нарежете это изображение, вам нельзя закрывать «Fast on Capture». Мы с вами будем отправлять в PowerPoint именно вот этот участок своего изображения. Отправляю в PowerPoint и смотрю, что у меня получилось. В данный момент, посмотрите, размер фона немного больше, чем размер слайда. Но самое главное, фон закрывает тот белый участок, который у нас отвечает за размер нашего титульного изображения. Это сейчас самое главное. Теперь ваша задача – не уменьшать это изображение и не увеличивать, а отправлять его именно такого размера. Это делается для того, чтобы при нарезке все линии на разных нарезанных участках у вас совпадают. А теперь давайте разберемся вот с таким моментом. Работаем мы всегда с выделенным объектом. Выделяем мы объект таким образом. Наводим курсор и кликаем по объекту. Вот в данном случае у меня объект выделен. Давайте вот здесь мы зайдем с вами на главную страницу и посмотрим. Объект у меня выделен. Обратите внимание, вот здесь наверху у меня показано, что в данный момент я работаю с рисунком. Вот в этом формате. Кликаем на слово формат и выходим на меню редактора работы с рисунком. У нас появляется вот такая опция – обрезка. Прежде чем начать работать с обрезкой, давайте мы с вами рассмотрим. Вот если я сейчас выделенный объект потентую вот за эти маркеры, что я вам не советую ни в коем случае делать, да, то посмотрите, размер самого изображения меняется, но он как бы деформируется или уменьшается или увеличивается. Давайте вернем размер на место, такой, как мы его сюда загружали. В данном случае маркер у нас в виде вот таких белых точек. Если же мы хотим обрезать этот объект, то у нас появляются другие совсем маркеры. Я нажала вот на эту кнопку «Обрезка» и посмотрите, у меня появились вот такие черные линии и уголки, которые помогают мне обрезать данный объект. Вот давайте попробуем потянуть за этот маркер. Видите, у меня обрезается изображение, а не уменьшается. Обратите внимание на то, что под изменением изображения появляется темное поле слайда и белое окно, вот сейчас оно более светлое, но сероватое, да, окно размера моего изображения. Я ориентируюсь на это окно. Вот мне сейчас надо, чтобы изображение у меня, часть изображения, которое я вырезала, было в центре этого окна. Давайте я сделаю всё для того, чтобы в центре окна его установить. Видите, я тяну за эти маркеры, обрезаю изображение и вписываю его в окно. Мне нужно, чтобы в центре у меня изображение было в виде квадрата. В данном случае у меня изображение немножко великовато, да. Давайте мы его вот так вот подтянем аккуратненько. Вот такое изображение меня устраивает. Ни в коем случае это изображение не передвигайте, иначе оно не будет у вас совпадать со следующими обрезанными участками. Кликаю «Обрезка» и моё изображение обрезано. Но если вы помните, то титульное изображение, которое мы с вами рассматривали, оно у меня было с тенью. Вот здесь обязательно тень. То есть изображение как бы поднято над страницей записи. Для того, чтобы это сделать, я вот здесь, где идёт работа с рисунком формат, обратите внимание вот на эту маленькую стрелочку. Я на неё кликаю. Давайте я сдвину это рабочее поле. И здесь у меня очень много возможностей работать с рисунком. В данном случае мне нужна тень. Я выбираю тень. И первое, что я делаю, это выбираю цвет тени. Обычно у меня это серая тень. Тень уже каким-то образом по умолчанию настроена. Я меняю только угол, в данном случае расстояние. Угол я вывожу на 50 градусов, а расстояние тени от объекта вывожу на 12 пикселей. Вот таким образом у меня появилось изображение. Для того, чтобы следующее изображение продолжало предыдущее, я делаю следующее. Захожу опять в Fastone Capture и опять отправляю это изображение в PowerPoint. Выделяю его, выхожу на работу с форматом рисунка и выбираю обрезку. Теперь я опять очень аккуратненько обрезаю изображение, но уже ориентируясь не только на белый фон, но еще на тот первоначальный участок, который я уже вырезала. Вот давайте мы это изображение сделаем вровень. Можем сделать с предыдущим участком, а можем немножечко опустить. Я вверху опущу, а внизу сделаю его одинаковым. Обрезаю, выхожу на тень. Когда вы будете делать несколько таких изображений, то есть появится у вас опыт с этими изображениями, вы поймете, насколько все это очень быстро и легко делается. И вот, пожалуйста, еще один участок. Посмотрите, линии предыдущего участка продолжаются на следующем участке. Захожу в Fastone Capture, еще раз отправляю изображение, выделяю объект, выхожу на формат обрезка и выделяю последний кусок обрезаю. Вот он, этот последний кусочек. Мы его можем уже сделать достаточно быстро, в произвольной форме. Я теперь внизу немножечко подниму, а вверху обрежу вровень с первым участком. Вот таким образом. Обрезаю, выхожу на тень, выбираю цвет тени, вывожу на 50 градусов и 12 пикселей закрыть. Видите, линия продолжает предыдущие рисунки. Повторяю еще раз формат обрезка и теперь выхожу с правой стороны от центрального участка. Вот так, чтобы тень не задевалась у меня. Я тень поэтому и делаю сразу, чтобы было видно и сразу понятно, что... Давайте вот так сделаем. Каждый раз я делаю абсолютно произвольный рисунок и подниму вот так. Нет, наверное, вот так. Обрезаю, делаю тень, благодаря тому, что я делаю все это произвольно и получается, что каждое изображение становится уникальным. То есть это делается все очень просто. Вот я сделала заготовку, сделала нарезку фона. Посмотрите, каждый кусочек, каждый участок продолжает линии предыдущего или последующего, как вот здесь вот у нас с вами. Показано вот на этом правом участке фона. Теперь моя задача только осталась записать текст. Выбираю вот эту опцию, захожу вот сюда и пишу. Вот такой текст я заготовила. Я переношу его сюда. Для более удобной работы я вывожу размер своего рисунка на 100%. Теперь смотрите, для того, чтобы он у меня хорошо смотрелся, мне нужно его сделать определенным цветом. Пробую делать его белым. Видно хорошо. Использую вот эту опцию, поднимаю его над изображением, делаю жирный шрифт и выбираю тот шрифт, с которым я обычно работаю. Я обычно работаю с центром ботик. Теперь это изображение, оно немножко маловато для моего рисунка. Поэтому я его увеличиваю в размере. Давайте вот на 28 его увеличим. но если я его вот так вот сюда поставлю, то посмотрите, часть текста у меня уходит на изображение, на участок, нарезанный справа. Для того, чтобы сделать красивый текст на данном изображении, я делаю следующее. Еще одна такая небольшая хитрость. Я копирую данный текст, подвожу вот этот якорек на своем курсоре в верхней линии отображающий текст и прошу скопировать. Но когда я вставляю заново копию, то я вставляю ее не в виде текста, вот эта вот опция, а я вставляю ее в виде рисунка. И у меня появляется новый текст в виде рисунка. какая разница между текстом и текстом в виде рисунка. Посмотрите, если я сейчас сюда поставлю курсор, то я могу с этим текстом работать, но я не могу его увеличить в размере. Если я начинаю уменьшать эту область, то видите, он переносится, размер самого шрифта не меняется, он как бы начинает увеличивать количество строк. Если же это сделано в виде рисунка, то посмотрите, курсор я уже здесь поставить не могу, но зато я с ним могу работать, как с рисунком. То есть, вот я тащу за маркер и у меня сам текст межбуквенный интервал, видите, меняется. Это очень удобно, потому что вы можете вписать все это вот в то изображение, которое вы нарезали. Вот так вот, еще чуть-чуть. Вот так вот. Вот таким образом. Может быть, немножечко, давайте мы чуть-чуть вот так вот высоту уменьшим. Вот таким образом. Вот это можно просто удалить. Итак, наше титульное изображение готово. Что теперь я делаю? Я открываю Fastone Capture и теперь я закрываю этот рисунок. Мне этот рисунок больше не нужен. Открываю PowerPoint, беру фиксированную область и пытаюсь ее аккуратненько вырезать. Но посмотрите, область абсолютно точная с областью фиксированной, которая задана у меня в Fastone Capture. Вот для того, чтобы у меня не осталось никаких полос, я просто вот этот процент увеличиваю на один. Чуть-чуть увеличиваю в размере, беру фиксированную область и аккуратненько вот так вот, чтобы тень была на месте и вот так вот аккуратненько вырезаю. Как видите, нигде не остается никаких полос и я сохраняю данный рисунок. Все, мое изображение для статьи готово. Как видите, все очень просто, не надо применять никакие другие любые инструменты. Такая нарезка вам возможно понадобится, например, для украшения каких-либо своих презентаций или каких-либо альбомов, возможно, для заставки на ютубе и так далее. Ее можно, кстати, еще и анимировать для ютуба, то есть она будет смотреться очень и очень неплохо. Итак, на этом все. С вами была Смирнова Ирина. Если это видео было вам полезно, поделитесь им с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok